Приветствую вас! Ну вот формально, формально, у вас был хороший сон, потому что вы чувствовали себя в гармонии с собой. То есть, посмотрели ваш любимый фильм, посмотрели что-то, что вам давало яркие эмоции, и спится вам хорошо. Вы в гармонии с собой. Когда перестали это делать, гармония с собой естественно бросила. И теперь вам снится магия как универсальное средство для того, чтобы чувствовать себя сильнее. Чувствуя себя сильнее, вы повышаете ощущение своей значимости, которые вам скорее всего не хватает в жизни. И именно ощущение собственной значимости вы и пытаетесь скомпенсировать в просмотре всех этих фильмов, которые наставляют вам яркие эмоции. Также нужно сказать, что, скорее всего, реальный мир не радует вас так, как радует вымысленный. Именно поэтому вы отдаете предпочтение больше именно миру вымысленному, чем миру реальному. Ну а ваше желание спасать это, по сути дела, стремление быть нужной, быть расстребованной, быть значимой для других людей. Что опять же намекает на то, что вы не чувствуете себя таковой в реальном мире. И здесь можно вам порекомендовать только смотреть не в сторону иллюзии, не в сторону вымысла, которые не являются чем-то плохим, которые являются хорошим развлекательным контентом, но ни в коем случае не имеют права влиять настолько сильно на человеческую жизнь. И если ваше желание в целом оно нормально будет расстребовано для других людей, то форма этого желания, то есть сны про фэнтофи, про магию, является как бы следствием сублимации. То есть вы сублимируете свою невыраженную энергию, вы ее трансформируете в своих снах, вместо того, чтобы реализовывать в реальном мире. И вот здесь я рекомендовала вам подумать о том, как вы можете предварить в жизнь свои способности, свои силы, свои ресурсы и так далее. То есть ситуация заключается в том, что вам нужно просто переориентировать себя и пересмотреть свои приоритеты, потому что пока они у вас направлены, к сожалению, на избегание и на стремление к иллюзии, которое, скорее всего, произошло в результате неудовлетворенности своей жизни. Конечно, могут быть и другие причины подобного. Причина может быть бомбальная, это привычка, например. Причина может быть бомбальная, заключается она в том, что вы просто испытали яркие эмоции, устали, вам нужно теперь постать. Если ярких эмоций вы не испытываете, то как бы вы свой ресурс не отработали и во сне вам уже видится что-то другое. Вот. В любом случае, в любом случае, ни магия, ни фейдерс не является тем, что принесет вам удовлетворение в жизни вообще. И куда лучше, если вы яркие эмоции будете получать, например, от занятия своей деятельности, от общения с интеллектными людьми, от развития, от познания, от какой-либо деятельности. Это куда лучше, продуктивнее, интереснее и, социально, главное, естественнее и правильнее. Но развиться это, конечно, от того, хотите вы этого или нет для себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!